Горная вершина Паук-отшельник Лунный вой Всё это сезонное оружие. Оружие, которое появлялось в течение сезонов, начиная с релиза Отвергнутых в прошлом году. И многие эти пушки стали просто невероятно востребованными. Они отлично работают в ПВП, ещё лучше работают в ПВЕ. Одни на них многие жалуются, мол они ломают баланс, а у других они есть. По сути это экзотические пушки, но в обличии легендарок. Так что с ними нужно было что-то делать. Иначе мы бы так и бегали с Горкой и Пауком 24 на 7. И разработчики сделали. Вернее не с текущими, а с заделом на будущее. Теперь сезонное оружие называется ритуальным. Получается по схожим квестам, но больше не имеет эксклюзивных, особых перков, как на экзотах. Что нам дала такая система? Давайте взглянем. Рад видеть тебя на канале Трипл Вайп Страж. Меня зовут Джонни Лейни. И говорим сегодня про ещё три пушки, которые появились в арсенале с сезоном Бессмертия. Что? Поздно? Опаздываю? Ну, знаешь ли. Конечно. Мне же чё, хотелось поваляться вот, побездельничать, да? Так ведь? Ну, кроме шуток. Месяц выдался не из лёгких, а тем временем сезон заканчивается чуть более чем через пару недель. Так что самое время завершить уже тебе те поручения, что зависли в твоём инвентаре давно мёртвым грузом. Итак, оружие. Пулемёт Авангарда на ребро. Пистолет-пулемёт Гамбита план побега. Винтовка разведчика. Метательный нож Рэнди. Все пушки стали доступны с релизом Обители Теней и нового сезона соответственно. Получить их может каждый игрок. Механика получения ритуальных пушек точно такая же, как и с сезонными наградами до них. Пробегаемся по вендорам и собираем карточки с заданиями квеста. В основном это гринд задачи. Убить тысячу противников из пулемёта, заработать пару тысяч очков в плейлисте выживания и всё в таком духе. Задания утомляют. Я прям с болью всё это делал. Слишком скучно. Слишком уныло. С заданием на пулемёт залетаешь в страйк и стоя на месте отстреливаешь мобов. Умираешь и снова отстреливаешь. Адог. Хотелось бы хоть какого-то разнообразия конечно, но квест рассчитывался на то, что мы будем делать их в течение всего сезона. Так что тут всё закономерно вроде как. Стоят ли награды того? Давай посмотрим. Но сначала отвлечёмся на небольшую интеграцию для спонсора этого видео. Некогда сидеть и тупо фармить. Очень хочешь сезонные пушки, но пугает количество требований квеста. Хочешь рейд закрыть, но не хватает опыта или команды? Что ж, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей. Всё это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду TripleVipe ты сэкономишь не только нервы и время, а ещё и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Давайте в формате от худшего к лучшему. Самой не впечатлившей меня пушкой второй сезон подряд становится пушка от скитальца. В том сезоне он предлагал нам получить лук Тишина, который я так и не стал доделывать. А вот в этот раз наградой Гамбита стал пистолет-пулемёт План Побега в кинетический слот, что уже снижает его ценность. Из перков рубака или в окружении в одной колонке и аутсайдер или датчик угроз во второй. Вроде неплохо. Все перки отлично заточены под зачистку мелкого трэша и кучи мобов, которые могут тебя окружить. Где у нас такое? Правильно, в Гамбите. ППшка скитальца просто создана с перками под его режим. А знаете, что ещё создано для этого режима? Да, Паук Отшельник. Пока что Паук остаётся лидером в своём классе. Конкурировать с ним сложно, но его скоро понерфят. И возможно поиски замены ему приведут кого-то к плану Побега. И в общем-то, это наверное не самый плохой вариант. Правда есть экзотическая Гикель Берри, которая тоже будет претендовать на трон среди ППшек после свержения Отшельника. Однако экзот слот пожелает отдавать не каждый. А значит у плана Побега хорошие шансы. Единственное всё же он в кинетический. Первый слот. Будь он во второй ячейке с каким-нибудь электрическим уроном, было бы вообще отлично. А так вам ни горку, ни дзанаги не взять. И чего тогда во второй слот вставить? Такое. Вторым номером у нас ритуальная винтовка Метательный нож Рэнди. Скаутка из Горнила. Для её получения вам нужно с помощью любой винтовки разведчика перебить целую армию стражей в ПВП. Попутно получая медали и зарабатывая 2400 в плейлисте выживания. Как это сделать быстро? В режиме моментум контрол Горнила. Это тот самый полухардкор, в котором ваншотит почти любой ствол. Берёте любую скаутку и идёте туда за киллами. Повторяю. Любую. У вас большой выбор, так что не зацикливайтесь на одной. Любая винтовка разведчика подойдёт. Хотя с Мидой там не очень было. После идите с командой или в соло выживание. И за несколько часов берёте титул. Для тех, кто в сетевых шутерах не первый день, вообще всё изи. Сама по себе винтовка одна из самых быстрых. 260 выстрелов в минуту. Это как у Чёрного Скорпиона. Только вот тут сразу гадрол в пачке. Абсолют на дальность. Быстрый удар на перезарядку и киллерский магазин. Можете поставить постижение дзен или быстрый прицел. Но оптимально всё же первый вариант. В ПВЕ скаутка, как к сожалению и весь класс этого оружия, не хватает звёзд с неба. Урона уж слишком мало. Я уже предлагаю похоронить мечты о том, когда скаутки начнут нормально работать в ПВЕ Дестине. В гарниле, для чего вроде как эта винтовка и предназначалась, нож чувствует себя куда лучше. Киллерский магазин и невероятная скорострельность делают своё дело, знаете ли. Расстояние эффективное, конечно, отставляет желать. Но если ей добавить хоть с 10 единиц, винтовка могла бы претендовать на звание лучшей в ПВП. А так, в мету она не вошла. Увы, или к счастью, чтобы хорошо так нагибать с этой винтовки, у вас должен быть хороший АИМ. И класть вы должны только в крит. Так что, если вы ПВП-ботёк, вперёд выбиваете. Если вы такой же горе-стрелок, как я, ну, для нас есть паук-отшельник и всё вот это вот. Ну и напоследок в списке, но не по значению, пулемёт Авангарда на ребро. 900 выстрелов в минуту. Да-да, как у другого старого сезонного пулемёта 21% делириум. Пулемёт Гамбита был электрическим, а этот пулек Авангарда огненный. Вам нужно убить часов 6-7 на беспрерывный фарм огненных убийств, убийств из пулемёта и, по-моему, очков из плейлиста налётов. Всё это делается в налётах. Чтобы получить этот пулемёт. Как ни странно, но этот пулемёт оказался очень даже неплох. Тут есть выбор перков в двух ветках между тактической боеготовностью и питающей яростью в первой, и полосой удач и диверсантом во второй. Все перки отличные. Реально, тут комбинируйте как угодно. Я для себя выставил оба нижних перка, так и гранату откатываешь и перезаряжаешься быстро. Классно. Достать хороший легендарный огненный пулемёт сейчас в игре не так просто. Даже пока вы будете делать это поручение и решите сократить время, объединив убийства из пулемёта с огненными убийствами, вы столкнётесь с тем, что солнечных пулемётов в игре не так много. Из паноптикума самый доступный, ну, с учётом, что вы пропустили прошлый Новый год и не получили лавину, паноптикумовский прямо так себе. Я не смог к нему привыкнуть медленный, с малым запасом патронов, так что немаловажным профитом от получения на ребро станет и то, что в вашем распоряжении окажется реально рабочий солар пулик. К слову, на ПК он работает вообще как лазерган. Отдача почти не ощущается и расстояние эффективное тоже впечатляет. В Яме Ереси на этапе с тотемом можно легко контрить даже бумеров наверху. На консоли мне этот архетип тоже нравится больше остальных, так что если вам хочется завершить свою коллекцию хороших пулемётов 900-го архетипа с разным стихийным уроном, делириум был электрический, придаточное времени из сезонного с пустотным уроном, а огненный пулемёт на ребро тогда вот стоит выбить. И не забывайте, что несмотря на скучный и затянутый квест, получить эту сезонную, простите, ритуальную пушку проще, чем две другие. ПП и винтовка разведчика получаются всё же в ПВП режимах, где многое зависит от команды, а тут всё на тебе, знай, форми налёты. Главное не уснуть. Так что подводя итог, пистолет-пулемёт Гамбита выбивать нужно только в том случае, если тебе нужна замена Пауку-Отшельнику, но при том продумай, что ты будешь тогда ставить во второй слот. Пулемёт Авангарда выбивать точно рекомендую. Это немного скучно, но не сложно, а пользы от этого получишь достаточно. Скаутка из Горнила, только если ты опытный завсегдатый ПВП режимов и бьёшь без промаха. В ином случае оценишь ты её едва ли по достоинству. Не знаю, мне не совсем по нраву такие изменения в сезонных пушках, повторюсь, но вот теперь остаётся довольствоваться этим. Надеюсь, ты выбрал для себя что-то интересное и добьёшь до конца сезона нужную пушку. Напомню, что квест с истечением сезона не пропадёт, но отдельные этапы поручений обнулятся. Так что лучше поспеши и рассчитай время с умом. Спасибо за просмотр, Страж! Не забудь подписаться на канал, прожать лайк и до встречи в новом видео. Пока! Страж! 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 Продолжение следует...